привет друзья сегодня у нас с вами канал я его хвост я его автор и ведущий олег тема сегодняшней передачи у нас будет отказ животного от еды что с этим делать но сразу хочу сказать что наши передачи будет отказ животного от еды это именно здорового животного не больного как вы можете узнать о том что ваше животное больное или здоровое посмотрите мою передачу о том как проводить еженедельный ну или хотите ежедневный осмотр своего животного то есть вы определили лишь по состоянию что значит как бы нос влажное поведение активная но просто происходит какой-то отказ. Что с этим делать? Ну, что с этим делать? Я заметил просто, что Акбар у меня на выходные дни почему-то отказался от еды. Передачу я не стал сразу снимать, потому что мы находились как бы дома. Дома у меня сердобольная жена находится, которая ему начинает уговаривать его всякие вкусняшки подкладывать ему, молоком, кефирчиком заливать, там колбасы вареной, копченой, чего, собственно говоря, вообще категорически нельзя делать, но я люблю свою супругу, великодушно позволяю ей поиздеваться над животным, хотя, конечно, жалко собаку. Ну, что делать? Если все-таки такая ситуация произошла, и вы человек сильной воли, а делать нужно ничего. Это бывает. Собачки отказываются от еды в связи с тем, что они либо регулируют свое состояние, то есть им не нужно ходить к врачам, диетологам всяким разным, они сами знают, когда им нужно кушать, когда не нужно кушать. То есть перебрали веса, если собака адекватная, нормальная, она сама его вот посредством таких вот голоданий будет его сбрасывать. Ну, либо смотрите вокруг, может быть, где-то какая-то сука затечковала. Ну, опять же, тоже это не криминально, ничего страшного в этом нету, любовная тоска, как у мужчин, у людей, в смысле, она проходит, то есть все дело времени. Вот я сейчас не просто так кушаю бутерброд и пью кофе перед кормежкой собаки. Собака сейчас лежит и смотрит на меня. Давайте я камеру поверну. То есть, тем самым я хочу вызвать у него дополнительный аппетит. То есть я вот кушаю, потом, когда я поставлю, предложу ему еду. Ну, я думаю, что если он не хочет, то, может быть, он более незаметно будет не хотеть кушать. Итак, я доедаю бутерброд, допиваю кофе. И сейчас буду кормить свою собаку. Ну, и как всегда, не забываем о том, что нужно пользоваться весами. Если вы даете неготовую, скажем так, неготовые корма, пользуетесь натуральным кормлением, то выдерживаете этот баланс соотношения белков, углеводов, минеральных веществ, витаминов и так далее. Если вы пользуетесь готовыми кормами, то нужно просто пользоваться весами. Таким образом регулировать вес своей собачки, следить за ее здоровьем. Значит, вот, смотрите, я перемешал еду. Сейчас зову Акбара. Акбар, ко мне. Сидеть. Держи. Давай, 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 давай. Ну, не сработали мои бутерброды, так что будем считать, что сегодня день первый, объявленный Акбаром голодовки. Значит, смотрите, сейчас 5 минут миска постоит. Если собака к ней не прикоснется, я дам ему возможность в течение 5 минут еще раз подойти к этой миске и скушать. То есть, но не более 5 минут. Через 5 минут я эту миску убираю. Теперь он ее получит только вечером. Итак, сегодня день второй, когда мы отказываемся от еды. Ну, причем вечером собака съела свою положенную порцию. Вот утром у нас проблемы. Итак, сейчас, чтобы собачка у меня более охотно хотела кушать, я на прогулке задам ей нагрузку. То есть, она у меня сейчас побегает, попрыгает, потом минут через 15 я попробую ее покормить. Ну и, соответственно, сейчас попробуем. Сиди. Ешь. Ешь, Акбар. Ну, день второй. Как бы физическая нагрузка, нагрузка дает о себе знать. Самое главное, если собака у вас отказывается от еды, не надо поступать, как моя любимая жена Юля. Она что делает? Она дает собаке покушать, да? А если собака отказывается, она тут же ей добавляет всякие вкусняшечки, усилители вкуса. И вот здесь вот у собакы же не глупое животное, у нее откладывается в голове то, что в следующий раз поступит в ней точно так же. Этого делать не надо. Все решается достаточно просто. В принципе, собака может голодать просто, ну, то есть, полное голодание у собаки, но это 5-7 дней, это нормальное как бы состояние для нее. Она может саморегулировать свой вес, какие-то обменные процессы, поэтому не надо ее заставлять, не хочет собака есть. И самое главное, миска с едой не должна стоять в открытом доступе, то есть, постоянно. Поставили собачке еду, если в течение 5-10 минут, ну, 10 минут, это вообще максимум, она не съела, то есть, соответственно, берете эту тарелку, убираете, и на нет, собственно говоря, и сюда. Следите за здоровьем своего животного, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал Геймэй Хвост, Геймэй Афтур и Ключи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.